С наступлением жарких дней Брещан магнитом тянет к водоему. Что подарит день завтрашний, учитывая резкие перемены погоды? Неизвестно, а лето есть лето. Насладиться жаркой порой на год будущий – цель номер один. И так считает большинство горожан. И если существенная часть жителей знает, а главное умеет отдыхать безопасно, то другие отдают предпочтение произвольным развлечениям у воды. Именно эта категория подвержена риску. Купание в неустановленных местах, пребывание в нетрезвом состоянии – и это лишь часть причин, вызывающих необратимые последствия. С начала года в Брестской области утонуло 22 человека. Три из них несовершеннолетние. В сравнении с таким же периодом 2016-го эти цифры, конечно, значительно меньше. Но в данном случае спасатели на воде констатируют – во многом повлияли погодные условия. По-прежнему актуальна проблема беспечного, безответственного поведения людей. Или объективные, или субъективные факты. Может, это совместно. И наша работа, плюс природа немного где-то там помогла, не помогла. Хотя, сами понимаете, что природа, как я всегда говорю людям, отдыхать там, где больше людей. Смысл того, что если много людей рядом находится, соответственно, кто-то всегда может оказать помощь. У нас же практика показывает, наши люди идут обычно там, где вы уединиться, а потом выпить спиртного. И когда никто не видит, происходит обычный несчастный случай. И к тому же, вот на сегодняшний день у нас леской области спасено 17 человек. Из них один ребенок. То есть, это уже спасенные, мы считаем, это потенциальные жертвы, которые могли бы пойти в статистику. Плачевные. 80% среди всех причин утопления в области является купание в состоянии алкогольного опьянения. В данном случае поговорка «пьяному морю по колено», как нельзя кстати. Среди частых нарушителей и подростки. К ним со стороны сотрудников освод внимание особое. В помощь водолазам и матросам-спасателям в пляжный период представители других ведомств. На сегодняшний день у нас более-менее, даже довольно-таки хорошо наладилась работа с сотрудниками МВД. Практически, не практически, на всех станциях практически ежедневно дежурят наряды милиции. Ну, сами понимаете, карательные органы, правоохранительные, они имеют право составить протокол, кого-то отправить. Мы спасатели. Наше дело смотреть и вовремя спасти. То есть мы не можем людей куда-то отправить, выгнать. Это не наша полномочия. Наше дело спасать. Поэтому, ну, с милицией, когда налажена работа, эффект, конечно, значительный. Внимательность и осторожность – главное, о чем должны помнить жители, предпочитающие отдых на водоемах. Поддаваясь на авантюру, рассчитывая на удачу, человек едва ли осознает степень опасности за свою жизнь. Стоит ли этот? Сомнительный героизм главного, что у нас есть? Ответ за каждым. Хотелось бы обратиться опять к гражданам. Во-первых, смотреть за своими детьми, которые купаются, чтобы, по крайней мере, не отвлекаться и не произошло трагедии. Ну, а если касается причин, почему люди тонут, это все-таки употребление спиртных напитков, это нахождение в нетрезвом состоянии, купание. Поэтому многие об этом говорят. Хотелось бы обратить еще раз внимание на то, что алкоголь и купание несовместимы. Поэтому мы обращаем внимание вместе со сводом на вот эту вот проблему. София Бережная, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.